что первая остановка у нас кооп пойдем посмотрим какие цены здесь первые наши четыре месяца где мы жили на квартире которую снимали самое популярное место именно где мы покупали продукты был кооп потому что он просто тупо был ближе всего к дому посмотрим какие здесь цены все так знакомо даже вся расстановка похоже мы снимаем так называемый параметр как индекс борща существует там индекс макдональдса или чего индекс big mac когда он называется вот и прочие другие разные индексы продуктовых корзин короче для сравнения цен в разных супермаркетах и в разных странах вот по рецептику борща мы сейчас пойдем наберем ингредиенты и посчитаем сколько в итоге это все стоит в разных супермаркетах в калгари вот такой план начинаем с коопа вот рецепт борща будет потом обязательно и покажем тоже как мы это все дело готовим вот давайте начинаем начинаем из чего начинаем мы с овощей нам нужно будет лук морковь свекла это из того что здесь лимон картофель вот и капуста давайте смотреть что же тут будет у нас где цена у нас получается 439 за килограмм картофель нам нужно 500 грамм вот 500 грамм в одной такой 5 паундов это два с лишним килограмма поэтому это слишком много ну мы возьмем что мы возьмем ценничек вот этот наверное до 549 получается половина килограмма соответственно 275 грубо говоря капуста 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 кабач грин 395 за килограмм нам нужно получается 400 грамм меньше головки ты никак не возьмешь но вот самую маленькую ты можешь взять она скорее всего будет ну грамм 600 может полкило морковь 150 грамм цена 439 цена 549 за килограмм морковь есть лук есть свекла есть лимон нужен один картофель капуста есть и чеснок одну головку чеснока так лимон продается поштучно 1 доллар грубо говоря 99 центов за штуку чеснок поштучно стоит 149 здесь у нас соответственно сколько ну головок наверное 7 вот то есть половинку этой стоимости пойдет на больше так идем сейчас мясной отдел выбираем нам нужно мякоть говядины килограмм вот какая лучше для борща я не знаю если честно какую-нибудь вырезку возьмем так ну в принципе все равно там была свинина здесь вот у нас говядина это стейки вода типа такого что это ребра ну можно ребра наверно можно вырезку сейчас посмотрим может быть что-то более подходящее есть из чего мы готовили то вообще ну вот стюнг баун лис типа что-то такое ну вот что-то можно типа такого наверно да взять то есть если мы будем брать то мы будем брать уже одинаковая да то есть это у нас ребра нашинкованные нарезанные стоит 35 за килограмм вообще можно дешевле найти то есть например даже тот же самый даже стоит взять если то стоит в целом подешевле стоит 28 это совсем дешевый вот условно говоря он что-то со скидкой идет сейчас но условно говоря вот здесь килограмм 164 за 1794 то есть пожалуйста можно на таком приготовить а мы не вот такое ли брали кстати короче ребра 35 примерно до мякоти подешевле так сливочное масло нам нужно 160 кажется грамм 160 грамм они здесь идут по 450 то есть по одной унции популярная очень у них вот такая разновидность это соленое сливочное масло это обычно не соленая то есть соленая прямо очень популярна практически во всех магазинах и в заведениях в том числе подают соленая очень часто ну то есть вот самая стандартная упаковочка сливочного масла такая стоит 719 за 450 грамм то есть соответственно там все потом посчитаем сделаем калькуляцию какова будет цена необходимого нам количество масла для приготовления борща для нас была большая проблема из-за размеров местных супермаркетов найти то что нам нужно то есть во первых многие вещи которые не очень часто употребляемые ну типа не картошка там помидоры а что-то вроде лаврового листа или там других названий приправ было очень трудно найти потому что мы во первых не знали как это переводится понятно что можно загуглить но как именно где это расположено тоже очень всегда была большая проблема найти вот и поэтому если ходили мы какие-то новые супермаркеты не в те в которые мы ходим постоянно в которых мы уже ориентируемся была большая проблема найти где чё лежит ходили блуждали короче даже не могли найти банально что-то типа вроде киндера потому что заходим в отдел где шоколадки нихера его нету идем другие отделы какие-то другие сладости нифига его там нет идем на кассу его там тоже нет вот ходим кругами не можем найти а супермаркеты огромные легко очень потеряться и очень трудно найти то что необходимо как всегда мороженое в огромных количествах огромными упаковками то есть я практически не видел у них чтобы продавалась поштучно типа эскимо или мороженое в стаканчике ну и в каждой упаковке соответственно там сколько вот четыре рожка вафельных например восемь я не знаю в каком виде это эскимо или типа того то есть ведрами огромными коробками так нам нужна томатная паста пойдем смотреть томатную пасту я думаю мы возьмем самую простую самую дешевую нам нужно по моему сейчас скажу сколько нам грамм нужно ее 300 грамм то есть на любая банка нам подойдет в банке 398 в данном случае я думаю мы делить не будем просто будем брать уже ну как бы типа одна банка на на суп вот ну самую дешевую возьмем за 2,19 я думаю нормально то есть одна баночка за 2,19 по-моему мы из такой готовили и все нормально было вкусно довольно из растительного масла здесь подсолнечное вообще не популярно здесь канола ойл что такое канола короче кто знает точно напишите в комментарии так вот ойл и лавровый лист сейчас посмотрим еще лавровый лист у нас было вот такой вот упаковочке до лавровый лист ну вот это то о чем я говорю кстати мусор трасс нашли в первом же магазине лавровый лист но многие специи а его нету а ну вот боя лифс до 15 грамм ну собственно что 339 я даже не знаю какую часть его взять потому что там буквально нужно совсем чуть-чуть то есть сколько там так к маслу переходим да что у нас тут есть какое масло у нас есть они просто его называют vegetable vegetable oil да то есть это непонятно какое вообще здесь нарисован лук томаты перец какое-то овощное масло арахисовое масло да такого никогда не видел вот канола соевое масло из виноградных косточек ну собственно вот самое дешевое если мы берем такое я кажется видел других супермаркетах самое дешевое растительное масло стоимость 647 получается по карте сейчас сфотографируем нам нужно 100 миллиграмм здесь ну литр так ну все в копе мы получается корзину воображаемую нашу собрали вот прикольная тема у них сейчас я сюда отойду там едут просто прикольная тема у них что во всех супермаркетах всегда обычно много места занимают ну здесь немного но как бы много разных разновидностей карточек подарочных то есть я не знаю это очень популярная тема походу у них прямо очень много все возможные магазины клубные карты вот эти вот с определенной суммой на счету все что угодно это чуть чуть немного тут нет 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 типа из популярного playstation там например карты а ну вот штук а ну вот да ну вот стенд да побольше google play там он best buy даже airbnb многое я никогда не видел в жизни то есть понятно что я видел playstation xbox google play возможно apple но все это остальное магазин рыбалки disney карта west jet на авиабилеты да аккуратно так эти карточки для заведений то есть это local public itary это сеть ну типа сендвичных бургерных там бар 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 на меню короче заведение неплохое довольно вот даже это даже клубные карты у них есть чтобы качестве подарочных использовать вот еще популярная тема очень здесь это вот такой вот кофе капсульный но это не не как у нас неспрессо потому что у нас неспрессо наверное самый популярный да вот а здесь здесь это называется я не знаю как правильно читать типа керрик или что кофемашина производитель капсульных кофемашин вот они очень много в канаде отбитых людей просто стояли записывали в сторонке не мешали проезду женщина шла с тележкой какая-то бабка отбитая остановилась просто просто остановилась и тупо вот нас на нас палит вот так вот мы отошли подумали может она хочет взять кофе а мы ей мешаем постояла уехала на хрена ты останавливалась чутье надо короче керрик это производитель кофемашин капсульных соответственно все практически бренды кофейные выпускают капсулы для этих кофемашин супер популярный вот квартиру в которой мы жили там тоже была такая кофемашина вот довольно удобно и кстати довольно вкусный кофе пойдем дальше интересно особенно супермаркетах потому что вообще американцы закупают в огромных количествах ну американцы канадцы я имею ввиду северной Америки люди сразу много берут сразу берут корзинами приезжают там кучу сумок машину все на большую сумму вот поэтому очень многие вещи которые продаются они указывают ценник за одну штуку и типа сразу два слэш восемь то есть если брать несколько то становится выгоднее и очень много ценников вот именно таким образом то есть где-то просто скидка по карте клубной карте получается этого магазина но также много и вот таких вещей то есть если один прингл стоит 379 то два сразу можно за 6 брать прямо очень много где вот такие ценники стоят еще интересно что у них здесь очень много таблеток и разных лекарств получается продается без рецепта то что именно можно купить без рецепта оно просто стоит супермаркете отдельными полками вот как здесь те которые которые требуются для которых требуется рецепт соответственно они уже там за стеклом там уже у фармацевта приобретаются по рецепту а все остальное вот можно просто спокойно так купить то есть какие-то таблетки от кашля какие-то сиропы я использую свою херку кого ты будешь удивлять рыбой то свежий сахалинцев что ли? ну в Иркутске например такого нету так скопом мы завершаем двигаемся в следующий так следующая остановка наша это Safeway тоже собственно продуктовый гипермаркет вот такой же большой ожидаю что здесь будет чуть подороже чем в коопе потому что по опыту нашему коопе было процентов ну наверное на 10 на 15 на 20 может дешевле короче сейчас посчитаем все выясним вот погнали Safeway он немножко такой фэнси как его некоторые называют супермаркет для белых канадцев вот посмотрим вон туда же двери оп так я вижу там лимончик пойдемте посмотрим сколько стоит лимончик также 0.99 центов да так из зелени морковь вот там вижу морковь сразу можно посмотреть цена моркови за килограмм 3.73 обычно у них более большая цена более крупная цена это за фунт за 454 грамма уже мелким шрифтом написано сколько стоит килограмм то есть вот морковка значит она стоит 1 ой 3.73 и все цены здесь не включают такс не включают налог то есть когда вы наберете и придете на кассу будете расплачиваться еще провинциальный налог тоже добавится в альберте это 5 процентов по моему да то есть на 5 процентов все будет дороже когда вы будете рассчитываться на кассе так капуста нам нужна да капуста цена за килограмм 3.28 цена за килограмм капусты то есть ну здесь чуть покрупнее то есть здесь мы бы переплатили если брали одну 1 кочан капусты цена здесь 3.73 то есть в копе было дороже кстати но она здесь не так хорошо выглядит но я думаю что не принципиально достаточно хорошо для того чтобы использовать его в борще вот лук репчатый этот подороже этот подешевле лучше возьмем вот этот цена 6.59 за килограмм то есть нам одна луковица там в районе 300 грамм да и чесночок 1.49 за штуку здесь цена за килограмм свеклы 3.73 вот вон это такая штукенция для dry-aged beef для стейков да как это dry-aged переводится я не знаю выгревание ну дословно я могу перевести в смысле я не знаю как именно это по-русски какая-то терминология так это у нас баранина вот наверное что-то типа такого да да на кости получается ребра 24 23.98 за килограмм или если же мы хотим мякоть как там мы смотрели да тоже стоит получается мы там смотрели что-то вроде медальонов да типа но здесь 24.23 доллара за килограмм так вот бейлифс здесь 22 грамма цена 4.49 вот наша типичная лаврушка в идеале такого нету да здесь тоже получается 946 миллиграмм 6.29 самое дешевое да наверное так я не вижу здесь точно такого же как там мы видели масло поэтому придется импровизировать так но самое дешевое да мы берем наверное но она нет она маленькая по объему давай такой же по объему смотреть примерно то есть не соленая комплимент это фирма я так понимаю типа да типа шанс кого каждый день или пятерочки какая там фирма такая же как раз на цена или я путаю сейчас что-то короче да основной сапплайер продуктов для сейфуя получается комплимент не только для сейфуя наверное но я здесь чаще всего вижу это вот не соленое масло соответственно цена 6.79 за 454 грамма за одну унцию вот еще меня прикалывает масло которое вот здесь вот оно продается поштучно вообще продается такими упаковками то есть в одной упаковке там 4 или 8 кусочков таких очень удобно например если нужно помазать поверхность сковородки да или что-нибудь такое то очень удобно как такой вот форму кусочком поводить так все закончили сейфуя ничего здесь не берем цены посмотрели погуляли и пошли в супермаркетах еще у них здесь часто в старбаксе бывает и что очень тоже круто бывает туалет особенно в больших супермаркетах типа Walmart да просто когда находишься там бывает то есть пичит все спокойно не прерывая можно заключить сделать свои дела так мы тем временем подъехали к третьему супермаркету называется Real Canadian Super Store вот пойдем смотреть не буду никаких прогнозов давать где будет дешевле где будет дороже потому что судя по всему прошлый прогноз насчет сейфуя относительно коопа не оправдался ни хера вот просто пойдем посмотрим вообще он казался не таким дорогим то есть в принципе дешевле чем предыдущие вот поглядим даже корзинки по бечевее вот такие вот корзинки так лимон тоже 0.99 цента вывод лимоны везде стоят одинаково пока морковка стоит 4.39 за килограмм такая крупная да 3.95 за килограмм чеснок чеснок здесь не продается поштучно в отличие от предыдущих магазинов да цена у нас получается за килограмм 14.31 сколько штук в килограмме я не знаю пойдем здесь и мы узнаем 50 грамм весит одна головка соответственно цену надо поделить на 20 если там 14.50 поделить на 20 то сколько я так я в такое плохо 0.7 0.7 доллара лук репчатый получается за килограмм у нас цена 6.59 6.59 за килограмм а картошечка картошечка одинаково стоит соответственно любую можно брать цена ее 5.49 за килограмм вот такая капуста получается 2.62 за килограмм канадского производства даже потому как вот это все стоит упаковано видно что это магазин типа ниже чуть классом так здесь выбор масла кстати намного больше то есть можно посмотреть что здесь канола ойл которое мы уже видели да тоже канола ойл здесь здесь кукурузное масло корн ойл называется здесь нету такого которое мы видели там ни в одном из предыдущих магазинов соответственно берем самое дешевое из растительного vegetable oil да вот 8.99 здесь побольше литра здесь 1 литр 180 миллилитров вот ну и кстати вот здесь продается подсолнечное масло да я вижу bay leaves лаврушка 2.49 стоит за упаковочка за 20 грамм упаковочку сливочное масло 6.49 за упаковку 454 грамма тоже не соленая как и там мы смотрели куча сосисок куча разновидностей фарша так мы пришли за говядиной надо нам такие же покоцанные ребрышки на кости вот это примерно такое посмотрели получается цена за килограмм 26.43 26.43 и мы смотрели еще типа филешка медальоны 22.02 за килограмм без кости если мясо брать оно наверное не достаточно жирное поэтому не такой наваристый бульон может получиться нам нужно баночку 398 миллилитров ну вот такая наверное 22.29 ну в принципе я думаю она тоже пойдет да ну короче я не помню какая фирма была там в первых магазинах которые он стреляет мне кажется подобное вот типа вот это именно это если нет тогда мы соответственно берем самую дешевую правильно самая дешевая здесь будет тогда 1.66 очередной четвертый четвертый по счету супермаркет фрешко это короче не знаю дешевый не дешевый пойди дешевле остальных вот что интересно здесь почему-то всегда очень много русскоязычных не знаю почему он популярен среди русскоязычного населения может быть да самая низкая цена из-за этого вот и и и и здесь есть продукты которые типа восточной европе чаще встретишь здесь есть пельмени например вот еще там какие-то вещи я не знаю селедка есть нет там или нет гречка селедка по-моему есть да то есть аааа да лимон 0.99 за штуку везде одинаковый лимон капуста 2.14 за килограмм такая ну да самая дешевая соответственно да за пять штук 1.49 получается да реально это очень дешево за пять штук 1.49 интересно то есть 30 центов одна штука а продается интересно по одной ты или нет непонятно лучок 4.39 за килограмм репчатый лук картошечка самая дешевая у нас здесь 4.39 за килограмм ну да и по-моему самая дешевая из всех магазинов свекла получается 3.28 3.28 за килограмм и морковь у нас тоже 3.28 за килограмм ну мясо здесь здесь объективно говоря меньше чем в других магазинах да то есть говядина ну как бы достаточно но ребер на кости то нету как у нас там как мы там видели ну вот 22 это как медальон вот мы типа смотрели да без без кости которое я говорю что будет довольно сухое мясо масло вот здесь вот vegetable oil получается стоит 4.88 паста паста 1.99 за 398 грамм 1.99 давай так мы смотрели такое да 454 комп там просто меньше вот это оно дороже оно 7.69 а это 6.89 то есть киевский торт наполеон рошен по-украински написано фундук масло селедочка потом пироги с это вареники пампушки борщ в этом кстати сколько стоит что ж как это херно строится вот вам и индекс борща папа дженнис ukrainian food а вон там эти как называются там cabbage rolls так голубцы же голубцы да ужас как там эти cabbage rolls вот типикал то есть совершенно типичная ситуация я хотел сказать искали мы лавровый лист и как обычно вот она куда-то ушла и потерялась а потом чтобы ее найти надо накрутить километр кругов так да бейликс 2.59 за 22 грамма 2.59 итак мы прошлись по четырем супермаркетам посмотрели на цены теперь пришло время подводить итоги и считать стоимость индекса борща в сводной таблице включаем 4 канадских супермаркета назову их еще раз это Coop Safeway Real Canadian Superstore и Freshco также я решил добавить российский продуктовый супермаркет мне было просто интересно сравнить стоимости товаров для простосты эксперимента я зашел на сайт перекрестка и взял московские цены в каждом толпце две цифры в рублях и канадских долларах на момент выхода видео курс составляет примерно 1 к 70 цены представлены за то количество продуктов которое требуется для борща по рецепту то есть цена картофеля за 500 грамм капусты за 400 и так далее что же у нас получилось по итогам закупки самым дешевым канадским супермаркетом оказался Freshco что в общем то было ожидаемо стоимость продуктов для кастрюли борща в этом супермаркете составляет 35 долларов или 2452 рубля Real Canadian Superstore чуть-чуть а точнее на 5% дороже здесь мы потратили бы 37 долларов а в Safeway 39 что на 10% больше чем во фрешка к удивлению самым дорогим супермаркетом оказался Кооп он дороже фрешка на 18% и здесь за продукты для борща вам пришлось бы отдать 41 доллар и 28 центов в рублевом эквиваленте это 2890 рублей дальше смотрим на цены в перекрестке и тут признаться я был удивлен такой большой разнице цены в перекрестке в 2 раза дешевле самого дешевого супермаркета в Канаде стоимость кастрюли борща выходит чуть меньше 18 долларов или 1245 рублей если закупаться в московском перекрестке конечно чувствовалось что в Канаде цены выше но честно говоря не ожидал что в 2 раза хотя тут наверное сказался фактор сахалинских цен потому что если сравнивать с ними разница не будет такой огромной что еще интересно это то что овощи в России сильно дешевле канадских мясо также дешевле в 2-2,5 раза а вот стоимость сливочного масла и томатной пасты в России такие же или даже дороже не знаю с чем это связано но удивительно трудно было сравнить мясо потому что оно везде разное постарался найти что-то похожее и также не стал брать стоимость мякоти говядины из видеоскоп потому что там оно было с большой скидкой из-за истекающего срока годности поэтому взял текущую стоимость с сайта ну а здесь просто для наглядности еще раз представлена столбчатая диаграмма всех вышеперечисленных супермаркетов и 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 они и и и Субтитры создавал DimaTorzok